Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, добрый день, добрый день. В эфире «Павильон коллекционера» Александр Очердиновский, Александр Шунин с вами в прямом эфире. Здравствуйте, Александр, приветствую. Добрый день, привет, привет. Так, продолжаем разговаривать о коллекциях, обо всём, что связано с искусством и его накоплением. Сегодня мы с Александром решили поболтать на тему блошиных рынков, антикварных магазинов. Их достаточно и в Риге, и в Латвии. Оценим заодно их качество, что можно там найти. И плюс открывается сезон, по крайней мере, таких вот, ну, я бы с позволения сказать, описал их попсовых блошиных рынков. Ну, например, там, на улице Масковос и так далее. Ну, да, есть же специальные для коллекционеров. Вот это, Александр, давайте делить секретами. Итак, блошиные рынки, антикварные магазины пользуются последние годы повышенной популярностью. Приходят зеваки, что-то вертят в руках. В основном, конечно же, вспоминают школьные годы чудесные. А вот в детстве у меня было вот это, а вот в детстве у нас было вот это. Вот что можно найти ценного, например, на рижских блошках? Ну, это вы хороший вопрос взяли сразу про рижские блошки. А я бы вообще пошла чуть-чуть еще одной фразой. Вообще по фразе блошки и вообще по поводу, почему рынок-то блошиный. Вы знаете, вот так, вообще название истоки, название. Наверное, старые вещи и в этих вещах можно найти тоже. Да, дело в том, что вообще эта история, это самого названия блошиный рынок. Я так коротко, не будем долго мучить наших слушателей. Она пришла в Средневековье, во Франции, в Париже. Старые вещи выбрасывались на улицу, все это собиралось, кучами складывалось. Естественно, там выбрасывались не только вещи, но и, хотел сказать, их сожители того времени. В условиях тех условий, в которых тогда все существовало. Собственно говоря, оттуда название и появляется. В прямом смысле этого слова. Рыбинок с блохами, собственно. Но это все потерпело с беками и временами свои уже улучшения. Сегодня, конечно, никаких блох, господи, я надеюсь, на рынках не существует. Тем не менее, к некоторым развалам и подходить даже не хочется. Тут зависит, конечно, от обстоятельств и оттуда, откуда эти вещи берутся. Возможно, ну, с чердака, разве что это может быть супер покрытая пылью какая-то предмет, вещица. Но все-таки сегодня это уже довольно улучшенный вариант предоставленных предметов. Теперь давайте поговорим о том, что блошиный рынок, да, и барахолка, и антикварный магазин. Потому что, в принципе, блошиный рынок – это место, куда мы можем принести практически все, хоть свои личные домашние тапочки, выставить их на продажу. И, возможно, что нам повезет, мы их продадим. То есть, по поводу предметов, которые туда сконцентрируются, именно на блошином рынке, то, что мы представляем, уличный формат, может быть просто все. Вот от стен, от куска, от плитки со стены, которая дома там, не знаю, да, заканчивая действительно личными совершенно предметами. То есть, совершенно не обязательно, что это будут какие-то старинные вещи. Ну, это разный хлам. Это, да, ну, понимаете, что значит хлам? Я не знаю, ну, потому что хлам есть, я не знаю, на что некоторые продавцы надеются, наверное, как вот, знаете, принято считать, что перед Рождеством раскупят все. Ну, да, такая версия есть, поэтому и всегда мы, если, ну, если у нас есть желание что-нибудь продать, мы, конечно, теоретически можем взять свою собственную вещь, купить себе какой-то столик или место на этом рынке, возможно, да, и прийти туда принести с надеждой, что кто-нибудь это у нас купит. Это все очень прекрасно, очень красиво. Дальше по поводу того, что вы задали вопрос у нашей Риги и вообще, что можно находить у нас. Дело в том, что предметы, то, что выносится, как говорится, из квартир, из домов, оно отражает еще ту самую среду и атмосферу, в которых мы здесь вот обитаем, в которых мы живем, да. Собственно говоря, в наших домах, то есть это будет отражение определенного периода жизни, тех или иных, там, историй каких-то, да. Соответственно, предметы у нас, в наших территориях, я возьму Прибалтику сейчас, не только Ригу, там, Латвию, да. Если это исторические предметы, мы все знаем, что Латвия в разные времена была в разных исторических составах, да, было при царской России, будет при немцах, да, и, соответственно, в те времена, если мы берем сейчас старые предметы, да, те времена будут нести свои отпечатки, то есть предметы того времени, да. Дальше мы берем советский период, да, и у нас здесь будет большая концентрация очень предметов советского периода, которая могла сохраняться во многих домах, не только в Латвии, да, но вот в наших вот этих вот всех территорий. Вот, соответственно, и мы уже берем винтажную сейчас вот тематику, да, это последнее, там, то, что я говорю, там, 50, 30 лет, 40, пожалуйста, уже могли быть предметы, которые вот появлялись в начале 90-х годов, да, мы их там успешно собирали, помните, как мы говорили, ну, можно было уже начинать там какие-то, там, не только марки, могли быть, там, не знаю, этикетки, еще что-то, там, крышки, монеты, да, то есть здесь тематика же бесконечная, да, она могла быть и раньше, соответственно, вот этот определенный набор предметов, отражающий исторические наши периоды, выносится как бы из дома, да. Вы, конечно, могли путешествовать по миру, собирать кучу всяких артефактов, да, и вот сегодня их привезти и поставить, да, ну, понятно, что если вы ставите на стол на продажу, допустим, вазу 18 века, да, которая там инхрустирована, там, определенным, там, не знаю, камнями, там, не знаю, делана золотом, да, совершенно понятно, что эта ваза будет создана, да, допустим, во Франции, да, соответственно, или этот предмет находился того времени здесь, или этот предмет все-таки ввезенный уже на нашу территорию, это… Ну, это чистой воды теория, меня же интересует практический подход, имеет ли смысл, точнее, какой смысл имеет ходить на подобные блошиные рынки? Вы сами, ну, разделили еще раз антикварные магазины, это прям одна епархия, потом о них, есть барахолка, ну, там, грубо говоря, это рынок Латгалит, где различные детали. Там могут быть, да, сверху бытовые рынки. Берем классический блошиный рынок, где вот всякий хлам, какие-то забавные предметы, артефакты и так далее. Стоит ли надеяться, что при каком-то счастливом стечении обстоятельств появится какая-то жемчужина? Безусловно. Либо профессионалы за ними охотятся, ну, как есть, вот, хэт-хантеры, наверняка, в мире антиквариата и коллекционирование есть такие же ушлые ребята, и все самое ценное уже где-то стоит либо на витринах антикварных магазинов, либо села уже в коллекциях. Не так, не так. Никогда не знаешь, как говорится, да, вариант находки профессионально может произойти в любой момент. Вообще, я рекомендую регулярно ходить, сама вот по себе знаю, посещать такие места, потому что всегда можно что-то найти. Вопрос, что нужно и что мы ищем. Самое последнее интересное, где, что вы нашли? В Риге. В Риге, например, я нашла брошку, у меня есть одна брошка винтажная, очень красивая, но я еще не принесла бы сказать. Да, она была выставлена просто на столе, у нее была совершенно невысокая цена. И я просто увлекаясь, поскольку вы всякими такими вещами, дамскими аксессуарами, да, я приблизительно представляю ее стоимость. Она была 70-х годов, очень красиво отделанная. Цена была чуть-чуть завышена на ее, да, но я, поговорив с продавцом, договариваюсь о том, что я ее хочу купить опционально, там, допустим, за 10 евро. Ну, собственно говоря, небольшие затраты, 10 евро мы можем себе потратить, можем себе потратить, а она попадает таким образом в мою коллекцию. Мне нравится этот выбор, у нас он периодически все-таки имеет место быть, к нам привозят сюда, я не знаю, это могут быть также антикварные магазины, которые выносят на эти столы, продажи, да, показывают. И, собственно говоря, можно найти. Вот антикварная брошка. Кружка, фарфоровая кружечка, да, была куплена, например. Ну, Кузнецова достаточно много до сих пор, можно найти изделий. Можно найти, да, если вы знаете маркировку, да, собственно говоря, это не такое уж прямо всего, действительно, можно залезть опять-таки в интернет, все это почитать. Плюс книги есть замечательные по Кузнецову, да, которые можно прочитать. Если вы немножко интересуетесь этими вообще предметами, да, действительно, возможно, есть возможность найти такую вещь. То есть монеты можно найти, я сама не являюсь собирателем монет, но у меня в семье, как бы, есть люди, кто завлекаются сбором вот этих вот монет, да. Не я лично, но вот находили какие-то уникальные рубли, собственно говоря, можно с ними поговорить. Находили на наших рынках непосредственно, да, это очень тоже, я считаю, что это находка, вот. Потому что, ведь действительно барахла, как вы правильно сказали, много. А вот среди вот этого барахла увидеть предмет, ну, для этого нужно время. Нужно, конечно, идти все-таки с желанием, да, чтобы что-то найти. Нужен предмет, который вы ищете, вы все равно, вы же не будете брать все подряд, да. Вопрос, как бы, смысл приобретать картину или какую-то работу, если вы этим не собираетесь. Ну, возможно, она вам понравится, да. Открытки, это вообще тема, которая постоянно вот в нашем доме, да, за ним имеет место пополнение. Потому что, помимо самого изображения на этих открытках, там еще вот, если с обратной стороны, у них часто там стоят вот эта вот надпись какого года. Если это там, допустим, начало 20 века, да, то есть там еще изображение какой-нибудь прекрасной дамы, то я, конечно, такую вещь возьму. И на наших территориях они есть. Наверняка существует на блошиных рынках своя этика, как, в общем-то, и везде в разных сферах нашей жизни. Что допустимо на таком рынке? Ну, например, брать в руки, обязательно ли спрашивать, разрешение потрогать, посмотреть, повертеть, уместно ли торговаться? Я всегда спрашиваю разрешение, можно ли посмотреть взять в руки. Дело лично каждого. По поводу этики, конечно, я вот долго думаю, что если бы я занималась сама, вот выставила бы свои предметы, да, наверное, всем подряд брать в руки и трогать, ну, как-то было бы странно. Хотя, по факту, вы не можете не взять предмет в руки, когда он вас интересует, запрета на это нет. Но если вы спрашиваете мое мнение, я всегда спрашиваю, могу взять, посмотреть, да, пожалуйста. Ну, то есть это хороший тон просто, да? Да, это хороший тон, это нормально. По поводу цены. Любимая тема вообще всех, да. Мы для чего туда идем? Для того, чтобы купить, если мы хотим вещицу. Конечно, мы заинтересованы купить ее подешевле. А человек, который ее продает, он всегда заинтересован продать подороже. Поэтому классика жанра. Предметы все практически, которые выставлены на площадках вот этих блошиных рынков, заведомо имеют чуть-чуть завышенную цену. Ну, сколько? 5, 10, 20, 30, 40 процентов? 30-40 процентов может быть. То есть три цены можно сразу подходить и прилагать? Не факт, не факт, не факт. Бывает, это зависит еще от неких, может быть, вторых обстоятельств. То есть как бы есть цена предмета. Не знаю, вот она мне, мне дорог этот предмет сам по факту, да. И вы вот, я вот встану и скажу вам 30 евро. Да, вы мне говорите 25, я говорю нет, вот 30. И как тут ни крути, ни верти, вы, к сожалению, или вы его берете, или не берете. Но, очень важно, в 90, я бы сказала, в 8 процентах случаев, конечно, цена сбивается. Есть возможность торговаться, и это есть свой даже такой... Ну, элемент общения. Это элемент общения. Даже интересно, как далеко можно зайти. Бывает, это называется... Я даже не знаю, красиво или корректно об этом говорить. Ну, мне кажется, что это немножко даже нагло. Да, но я лично делала эксперимент, когда вот я вижу предмет, я половину цены с него просто снимала сразу. Сразу нащупываете грани дозволенного. Абсолютно грани дозволенного, потому что, если вот так у меня со стороны, я даже знаю там комментарии, я слышала, когда мне говорят, ну, ты как бы уже так совсем уже так в открытую. Я говорю, ну, подожди, дай мне попробовать. Ну, собственно говоря, да, мы там, если с друзьями или компанией идем, да, то я говорю, дай мне попробовать. Куда, да, это идет. Как бы странно ни казалось, пару раз мне фартило, да, в этом. Особенно, если я начну очень сильно вертеть носом и говорю, да, ну, как говорится, ну, господи, жила я без этого предмета и проживу еще сто лет дальше, да. Но это очень еще зависит, наверное, от человеческих личных факторов в этот момент общения. Удалось ли вам найти общий язык с продавцом и заверить его, что именно этот предмет очень нужен вам конкретно. И это даже не просто, что вы там его коллекционируете или собираете. Нет, ну, что вот он будет лежать у вас всегда в целости. Наверное, не имеет все-таки смысла особого показывать продавцу, как страстно ты хочешь этот предмет. Но если ты хочешь купить, смысл сбивать цену, ты и так заплатишь, потому что ты очень сильно хочешь, это очевидно. Это зависит. Это очень здесь, очень, я говорю, человеческий фактор. Здесь есть несколько граней. Вот это и есть вот эта реальная жизнь, да, непредсказуема. Непредсказуема, как эфир на радиобалконе. Я напомню, телефоны прямого эфира, чтобы тоже можно было позвонить с нами, связаться и тоже пообщаться. Пообщаться, значит, 6721-2939, 6721-3939 и номер ватсап-чата 2306191, 6721-2939, 6721-3939 и 2306191. Александр Шунин, Александра Чудновская, павильон коллекционера. Давайте дальше, давайте, может быть... Подождите, мы идем на базар с наличкой. На большинный рынок мы вообще ходим всегда, в принципе, с налич, с налом, да. Это есть такой определенный закон, да. Ну, кстати, да. Но определенные рынки, которые в Европе самые известные, большие, где туристический поток уже рассчитывается в год миллионами. Это где? Например, во Франции, в Париже, да, есть очень известный рынок, там целый квартал. У них вообще около пяти миллионов оборотов посетителей за год. Там уже пошли дальше. И сегодня можно даже купить предмет со скидкой, как мы говорим, после торгов, естественно, заплатив его банковской картой. Даже такое имеет место быть. Но, в принципе, конечно, если мы идем на большой международный рынок, или даже, не важно, даже если мы идем у нас, конечно, желательно иметь всегда наличку, потому что бывает момент-эффект здесь и сейчас. Продавец вам дал цену 15 евро, вы достали их, положили, забрали, убежали. И счастливы. Сколько раз в моей практике было именно так. Достаешь из кармана купюру, говоришь, вот есть. Хочешь, бери. Да. Больше нет. Да. Ну, вот тут тоже, понимаете, ладно, давай. Да, но это тоже бывает. Помимо Риги, действительно, есть удивительно другие города и страны. Самые известные, самые любопытные блошиные рынки, куда можно ехать, ну, практически на экскурсию, поглазеть, как в какой-то музей. Это где? Что порекомендуете? Рекомендую, конечно, обязательно. Вот я говорю, этот блошиный рынок во Франции, в Париже, их вообще там много. Он не единственный, но есть самый большой известный, о нем даже в фильмах снимают, когда вот там кадры какие-нибудь из антикварного мира, да, вот где люди гуляют, там выбирают, там говорят, что можно купить вплоть до кресла самого Людовика. Но это так описано, да, возможно, что вы можете купить это кресло, принести себя домой и сидеть. Ну, какая страна, такие предметы, собственно говоря, на рынке выставлены. Неплохо, правда? Да, да, есть рынок Flow Market в Берлине, там, где Тиргартен, очень известный рынок, да, все это, единственное, что у них, конечно, у всех разное время работы, обобщать нельзя, но, как правило, все эти рынки работают по выходным, с утреца пораньше, когда у людей есть прекрасное время свободно, много есть времени, после рабочей недели выйти на такой базарчик. Как правило, у этих рынков всегда есть рядом кафешки, где вы можете выпить обязательно бокал местного вина или же чашечку вкусного ароматного кофе. И отметить покупку. Процесс покупки шел веселее, или же отметить эту покупку, да. И очень известный рынок есть на юге Франции в Ницце. Он особенно удивительно популярен в наших кругах, его знают и туда едут. Он работает по понедельникам, раз в две недели. А в наших кругах вы имеете в виду в ваших, в профессиональных? Людей, кто связан с миром антиквариата, его знают. Назовем это так, да. Почему именно Ницца? Опять же, оно там все это местное интересное или туда специально свозят? Туда концентрируется. Концентрируется больше, я бы сказала, таких предметных вещей. Кстати, интересно, вот могу рассказать, на личном опыте видела просто история, да, по поводу того, кто что выставляет. Ведь блошиный рынок – это не только частники, да, это могут быть антикварные магазины. Антикварный магазин может, в принципе, купить себе, ну, вот эту там лавку, мест, да, и вынести из своего магазина предметы на продажу. Но для антикварного магазина это в данном случае вообще довольно большие риски. Потому что если у меня весь мой антикварная лавка из фарфоровых изделий, которые бьются при одном только взгляде, могут уже разбиться, да, то выносить мне их на улицу все-таки, а блошиный рынок – это улица. Из столы, да, то вероятность того, что что-то с этим предметом случится, практически, практически очень, ну, короче говоря, это все возможно. Собственными глазами видела и слышала, загружали в машину, господи, там вазы были, ну, точно, наверное, 18 век, размер их был где-то метр с чем-то. И, в общем, одна из ваз, это была в Ницце, она полетела. Ну, грузились не те люди, это были грузчики, а хозяйка той лавки, она просто в этом моменте стояла рядом, да, она просила, чтобы рынок закрывался, и то все делалось погрузкой, и вот эта одна ваза так и грохнулась, разлетелась на тысячу вот этих вот осколков на земле. Я могу сказать, что криков было много, даже на том же французском. Вроде бы, как бы, я французский не очень знаю, но я предполагаю, что там звучало. Вначале самое что удивительное вообще была гробовая тишина. Вдруг все, это вот просто, это удивительный момент, это вот когда звон, там, где его не должно быть, это такой, ну, как вот бьется фарфор, да, эффект об асфальт. Просто все замерли, вот только что все шумит, вот народ все, да, да, возьмите, не возьмите, ну, это же гигантский, вот это прямо рынок, рынок, и вдруг тишина, и все только поворачивают голову, и каждый, естественно, начинает думать, кто сочувствием, кто думает, ага, развеяли так, и, значит, у вас бьется. Ну, конечно, наверняка, но в массе все почувствовали только сожаление большое. Мне очень жаль в этот момент хозяйку, да, собственно говоря, это к вопросу о том, что это риски, риски предметов, когда мы выставляем, да, особо дорогие или ценные вещи на вот этих вот рынках, да, по поводу того, что можно найти. Но еще был яркий пример в той же Ницце, я видела своими глазами, ну, я не знаю, это так смешно, не смешно, может быть, многие скажут, что они видели золотой унитаз стоял. Реально? Золотой. Я даже не знаю, вот, интерпретировать, зачем он, для кого. Ну, это даже и к барахлу-то, может быть, не отнести, но он был вот весь такой... Ну, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, так же и с этим предметом. Среди предметов, антикварных предметов, я так допускаю, что он тоже был антикварный. Наверняка. Ну, вот, собственно говоря, у нас есть, значит... Пятая точка сидела там. Мы обозначаем, да, также есть Голландия, в Амстердаме есть плашиный рынок. Кстати, он очень известен для меломанов, потому что очень много... Сама лично его посещала, обращала внимание, очень много предметов связано с музыкой, пластинки, диски, просто какое-то там, вот, огромное количество вообще вот этого всего, там, магнитофоны, может быть, мне кто-то... Я не знаю, с чем это связано, почему именно в Амстердаме, да, но вот такая вот концентрация просто на фоне среди вот мелких еще... Конечно, там есть мелкие предметы, да, возьмем так, да, но в основном вот так, если опционально бросать в глаза, то есть если Франция, это у нас статуэтки, посуда, изделия из серебра, столовые приборы, всякие мелочи, там, брошки, детали, цепочки, в общем, куча всего, то вот Голландия у меня ассоциируется в Амстердаме, да, это вот почему-то очень музыкальная тематика. Ну и, соответственно, Брюссель комиксы. Ну, в Брюсселе я не была. Ну, где начали рисовать, да, там сети, тан-тан и прочее. Брюссель и герой, там, с начала 20-го... Это как раз такие рынки, то, что вот где, что концентрируется, то, что формируется, да. Давайте сконцентрируемся на тех предметах, которые вы сегодня захватили с собой. Что это? Да, давайте. Один секретный, да, вот передачируем. Вот есть у меня такой маленький предметик, называется гильотина для сигарил. Я его купила в Стокгольме в антикварном магазине. Он не был дешевый. Почему я взяла, почему вообще я его взяла? Начнем с этого. Он отделан перламутром, видно, что предмет старинный. И почему-то была у меня ассоциация с тем, что вот он каким-то образом связан с миром курильщиков. Женским, мужским не могла ничего сказать. Спросила у продавщицы, она, как говорится, пожала плечами, сказала, старая и старая. Ну, ладно, бог с ним. Более того, она не торговалась. Вот к вопросу в антикварном магазине. Да, я хотела сбить цену, та же. Она сказала, нет, все. Ну, а мне было интересно. Ну, магазин, в том-то и дело. Хотя там есть свои исключения из правил. Это я расскажу чуть-чуть потом. Вот, как бы, да. И, собственно говоря, я его забираю. Ну, а дальше самое интересное. Возвращаемся к нашим первым программам. То, что я вам говорила уже до этого. Я пыталась и копала очень долго информацию. И до сих пор, вот даже сейчас, да, готовились к программе нашей с вами. Значит, смотря на этот предмет, я все-таки думаю, ну, как же он, гильотина для сигарил. Здесь есть удивительное отверстие, которое позволяет при нажатии, вот здесь вот так вот можно нажимать, да, и как бы происходит некий эффект, как будто обрезание некого чего-то, чего непонятно. Потому что я никак не могу сопоставить, как если эту сигарилу туда заложить, как же у нее будет происходить, если это для сигарил. Поэтому вот я вам могу передать в руки, тоже показать. Хотите посмотреть? Мы перед эфиром уже пытались, да? А вы уже посмотрели, да. Здесь есть. Дело-то очень простое. Берешь сигарилу и пытаешься ее обрезать. Нет? Ну, это логично. И все становится понятно. Она обрезает или не обрезает? Ну, нет сигарил. Найдем с того, что у меня тоже нету, понимаете, Саш, нету, не связано с ней. Все, после эфира сбегаем куда-нибудь что-нибудь купим и обрежем, а заодно попытаемся понять, зачем. Ну, ладно, там обломанный ножичек, это еще можно разобраться. Ножичек еще ладошка обломан. Зачем эта вилка на другом конце? Да, еще удивительная вилка, да. Вначале я подумала, что, может быть, ей надо забивать этот табак. Потом я думаю, сильно сомневаюсь. Может быть, кто-то из наших слушателей знает, да, может быть, да, просто расскажите, пожалуйста, потому что… Что я купила в Стокгольме. Что я купила, потому что это вот смех смехом, а мы информацию, ну, как бы давно пытались найти информацию по поводу этого предмета, собственно говоря. Если я правильно понял, единственное, что стало ясно, это вещь не раньше, ну, точнее, не позже 20-30-х годов 20-го века. Да. Это Шотландия. Нет, Англия. Англия. Это Англия, это Англия, это конкретно, это английский бренд, который был основан в конце 18-го века, да, но он очень имеет свою длинную историю, и в определенные периоды, в 19-м веке, в 20-м он имел свои определенные клеймы, то есть они меняли печати на них. И в данном случае печать на этого предмета указывает, что этот предмет был создан в 1920-е годы, да, то есть конкретно такое клеймо было до 30-х годов использовано у этого дома, который его создавал такие предметы для ножей. И, соответственно, предметик 100 лет. Ну, интересно, конечно, поковыряться во всей этой истории, так много сразу узнаешь. А рамка, почему именно эта? Почему именно эта рамка? Потому что это куплено вот на блошином рынке, именно это не в антиквариатах, а на блошином рынке, по-моему, в Ницце была приобретена. Почему? Потому что это так называемая 3D-иллюстрация моды конца 19-го века. Создавались такие рамки могли бы в 20-х годах, было увлечение, в 20-х годах 20-го века, да, было увлечение среди дам и женщин, не только француженок, но и англичанок. Собственно говоря, в Европе вообще было популярно брать журнальные иллюстрации и их обклеивать. И обклеивали они теми, создавая наряды, которые носили дамы в соответствии той иллюстрации, которая под ними подставлена. В принципе, как будто картонную куклу надеваешь. Ну да, но видите, как бы сегодня это тоже есть... Я задумался, как в радиоэфире описать то, что вы держите в руках. Это рамка... 3D-шадоу-бокс. У неё есть название. Шадоу-боксы. Шадоу-боксы. Это официальное название на аукционах. Коробка теней? Коробка теней. Но они ещё их называют как 3D, потому что она имеет эффект объёма, да, на бумаге обклеена тканью. Но в данном случае мы видим её уже как исторически... На женские фигуры наклеены тряпишные платья. Да, воссозданные костюмы. Ну, они ещё сделаны тогда, в те времена. Хорошо, костюмы, да. Поэтому эти красивые костюмы, мы умеем представление, вот платьев, да, как раз в викторианской эпохе здесь вот так вот красиво, они... Оно так, извините, тускло выглядит, что... Ну, простите, не сегодня вещь-то создана, да, а за счёт этого, как вы сказали, тусклого видения, она имеет свою стоимость. Ну, я... Вещь не дешёвая. Верю, верю. Видите тоже, чем отличаются зверь профессионала и абсолютного профана? Потом я вам ещё скажу. Я бы не подошёл, потому что вот мне кажется, что всё очень тусклым, пыльным, и мы с этого начали. Полностью согласна. Но мы начнём с того, что у нас очень много предметов из женского мира, конкретно в нашей, допустим, семье и в наших наборах, да, и мне это отражение вот определённого периода времени, когда женщины увлекались, у них было увлечение такими вот... Это же, я не говорю, что это маленькие девочки сидели и платье создавали. Это да, мы сидели на досуге, ну, кто-то крестиком вышивал, да, кто-то... А кто-то вот такие вот наряды создавали. Долгими зимними вечерами, в Ницце, делать вечер. Но это есть... Нет, не в Ницце, это могло быть здесь в Франции, я имею в виду не в Ницце конкретно, это могло быть в Англии, да, и в Америке, это просто дань времени, да, эпоха, определённый период времени. А пустая рамка это что? Пустая рамка, это приобретено, кстати, у нас в Латвии на Блашином рынке, одном из базарчиков, да, это винтажная рамка, у неё просто красивая для меня форма, ну, мне нравятся такие, у неё форма исторической рамки, но она винтажная, потому что она сделана не из бронзы, она довольно... Металл у неё здесь, ну да, это где-то будет 80-е, наверное, там максимум года, но, собственно говоря, просто винтажная вот такая вот рамка. Давайте уточним век. 1980-х годов. Всего-то? Да, 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 это новая вещь, это не есть, это есть винтаж, вот вы спрашиваете, да, хотя, видите, ну вот... Слушайте, ну выглядит оно не на 80-е годы. Потому что копируют сегодня всё. И не только сегодня. И не только сегодня, копировали и вчера, и позавчера, да, но если вы возьмёте настоящую рамку того времени, да, в викторианской эпохи, например, да, она будет, конечно, из другого металла сделана, и немножко будет иметь другую стоимость. Эта вещица не была дорогой даже. Если вы посмотрите, то так, она такая современная история. Да, если бы вы не сказали, что 80-е годы прошлого века, я бы подумал, что гораздо старше, старее, древнее. Ну, это вот такая вот история. Это просто вот, кстати, находки, да, ну поскольку я занимаюсь фотокартинами, вы знаете, я делаю, но я там когда-нибудь расскажу отдельно, и мне просто интересно обрамлять иногда работы в такие красоты. Ну да, такой классический овал. Классический овал, да. Сегодня, между прочим, в наших магазинах даже просто не на барахолках можно найти аналогичные вещи. Это довольно популярная тема. Вот. А вот с этим предметом, да, мне покоя не даёт. Вот так и знала, что возьму его на программу, будет интересно. Ну, не скучно, да, на самом деле понять, что обрезали этой гильотинкой. Потому что, опять же, я по своему опыту знаю, есть гильотины для сигар, но они простые. Там два отверстия, да, и она довольно стандартная совершенно. И она обрезается. Да, это мы всё знаем. Здесь прямо с какими-то ножичками, с вилочками. Похоже на набор для трубочника, где действительно там и лопаточка, и щёточка. Там же надо было лопаточка, там же надо было как-то этот табак, сколько я так имею представление, там уже забиваются в трубку. Там есть свои целые вот инструментики, да. Потом очищаешь, соответственно, и так далее. Вот он может быть под женскую трубочку. Да, но, тем не менее, гильотинка-то есть, что обрезалась. Надо ковырять дальше. Да, да, да. И я настаиваю на эмпирическом каком-то всё-таки опыте. Надо что-то засовывать и пытаться обрезать. Сигары, сигарилы, не знаю. Сейчас найдём где-нибудь в окрестностях редакции курильщиков. Мы сейчас после программы, я чувствую, пойдём с вами искать. Да, пойдём с вами искать. Надо же разобраться. Надо начинать с курильщиков, действительно. Кстати, вот закончится скоро эфир, остаётся, на самом деле, не так много времени. Лис, улучшается погода, сейчас начнутся вот эти рыночки. Какие порекомендуете в Риге и ближайших окрестностях? Надо следить за информацией. Я так понимаю, что в спикерах регулярно проходят. Спикеры, да. Да, но я, например, в данном случае беру эту информацию из интернета. Я просто на них подписана. Когда они их объявляют, правое времяпровождение, и, соответственно, знаете даты, они достаточно регулярно. Я думаю, что… Ну, помимо спикерей, где ещё? Ну, каждую субботу, например, на Гауи тоже собирается какое-то там количество людей. Вы знаете, я вот тут здесь скажу такой момент. Я так скажу, что я, наверное, больше всего посещаю вот этот спикеры рынок, да. Я не буду здесь вам придумывать истории каких-то ещё рынков. Я не очень за ними слежу здесь. Я скорее больше по антикварным магазинам, если вот так взять Латвию, нашу Ригу, да. То есть это немножко другое, как бы, другое, другое площадь. Вот. Хотела по поводу антикварных ещё магазинов сказать. Что успеем за три минуты? Быстренько. Давайте определим на карте мира сущность, в принципе, рижских антикварных магазинов. Насколько они интересны? Они интересны, но они очень зависят вообще… Вообще весь этот рынок движения от туристического потока. Спектр предметов, которые выставляются и продаются, то, что предлагает антикварный магазин. Давайте уточним. Как бы странно не звучало, зависит ещё в таких экономических… Туристы же не приносят предметы, они скорее вывозят. Туристы спрос дают, они как раз туристы заинтересованы. То есть если… Когда большой идёт туристический поток… Чем меньше туристов, тем хуже предложение. Так точно. И меняется предложение, ещё будет меняться. В зависимости от потока туриста, оборота, тот, кто что ищет, под это магазины начинают обустраивать предложения. То есть несколько торговцев в местных покупателей не верят? Верят, но это очень маленький процент. Верят, если я как человек, который владеет антикварным магазином, заинтересована, конечно, в продажах, да, мне интересно, чтобы ко мне приходили люди и покупали. Верю в местного покупателя, но это мало. У нас, вы сами знаете, не очень большое количество населения, да, Рига очень… Ну, если мы даже Латвию возьмём, так как рынок, да. Но мы очень зависимы от туристического потока. И туристический поток является большим доходом. Потому что люди, приезжая сюда, в страну, даже если они едут за интересными вещами, они знают, что они хотят здесь найти. И это как раз рождает и рождает вот этот вот набор и перечень тех же предметов, которые будут выставляться, например, до ковида. Два слова буквально скажу. В очень большой стоимости пользовался 50-х годов, пользовались янтарь и янтарные бусы среди китайского туриста. Да. Стоимость таких бусы… Почему именно это? Почему именно это? Хороший вопрос. Это отдельная программа, почему китайцам интересен наш янтарь. Может быть, они его, я не знаю, дробят там в порошок, я не знаю, что они с ним делали, с этим янтарём. Но если вы спросите абсолютно серьёзно, да, у нас был китайский турист до ковида, и действительно вот эти вот вещи, изделия из янтаря, они были очень доходной. Стоимость таких предметов от 300 была евро и выше. Например, бусы какие-нибудь 1950 года из янтаря можно было купить за 1000 и выше евро. Это реальные факты. Да, сегодня туриста китайского нету, и этот янтарь в таком объёме… Я сейчас говорю про антикварную историю, я не лезу сейчас там в ту точность цифры, кого сколько приезжает на выход и вход. Но сегодня янтарь встал, да, как бы то есть спрос на него упал. Возможно, со временем он вернётся снова, и это полетит в цене наверх. Хороший пример. Наверное, отличный пример. Тем более, что недавние сообщения были о том, что поток туристов возобновляется, восстанавливается. Да, 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 я тоже подумала о том, что можно будет поговорить как раз-таки, возможно, даже с несколькими там антикварными магазинами, они, возможно, больше расскажут именно, почему был заинтерес в этом, да. Но это факт. Замечательная затравка на новую тему, на новую программу «Павильон коллекционера». Александра Чудновская, Александр Шунин были с вами в эфире «Радио Болтком». Большое спасибо, услышимся завтра, хорошего дня, пока. Пока-пока.